Знаете, выставки бывают разные. Я видела, как эта выставка распаковывалась, накроилась, развешивалась, потом она висела, и я бродила по ней. И такая выставка меня посетила. Я задала себе вопросы, когда последний раз я смотрела в зеркало, чтобы не посмотреть, как лежат волосы или застегнуты все пульсы, а чтобы посмотреть и ответить на вопросы неудобные, сложные, возможно, ненужные, но которые человечество задавало, задает, и будет задавать. Фарфор, стекло, дерево, керамика. В работах московской художницы прослеживается яркая индивидуальность и характер взаимодействия человека с миром. Сама Марина Степанова-Ланская считает эту выставку неким подведением итогов за пять лет своей работы. Рассвет профессиональной деятельности автора отражают 80 произведений, представляющих собой духовные образы, вечные и современные. Техника нетрадиционная. Все как-то само собой получилось. Уже очень много лет работаю и вышла на такую технику, которую я бы назвала авторская техника. Меня вдохновляет сама жизнь. Я живу каждый день и каждый день что-то создаю. О чем я думаю каждый день, то и в работах. Началось все с художественной школы. В 10 лет я пошла в художественную школу, ее закончила. Потом художественное училище Суревковское, потом институт. И вот так вот как бы и не думала про другие профессии. Художественно-выразительные возможности такой живописи лежат в самой сути авторского стиля. Ведь помимо мастера в создании работ принимает участие огонь. И по словам художника, последнее слово остается именно за ним. Взаимодействие керамических красок происходит при высокой температуре. Все произведения изначально пишут серо-коричневым керамическим пигментом. А вот такая вот полихромия, наполненная цветом и светом, получается уже после обжига работ. Центральное место в искусстве мастера отведено человеку. Его образ в работах художника-керамиста созерцателен и уединен. В отдельную группу сотрудники музея выделили такие произведения, как «Вселенная для Резо Габриадзе», где мастер воплотила свое видение духовного состояния яркой личности сценариста и драматурга. В диалоге с собой есть также произведения, которые задают вечные вопросы. Это называется «Культурный слой». Здесь можно рассмотреть какие-то орнаменты, которые присутствуют в храмах древних, там 18-й век, 19-й, и то, что от этого осталось. Но это как бы предупреждение человеку, что нужно более бережно относиться к своей истории и к своему прошлому. Марина Степанова-Ланская – признанный художник, чьи работы хранят ведущие музеи не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с удивительным миром керамики в уникальной авторской технике можно до 15 мая.